Ребятки, всем привет! Как у вас дела? Во что играете? Я вот решил поиграть на iPad в свои огромные, огромное количество игр. Смотрите, какой выбор. Сегодня на этот выпуск я решил, что я сам буду выбирать игры, просто то, что мне хотелось бы вам показать. Давайте мотать вниз и начнем мы с первой игры. Какая же первая игра? Я еще на самом деле не придумал. Я вот мотаю и думаю, я каждую игру так представляю, сейчас запущу и вам покажу, что же вам понравится в каждой игре. Я такой думаю, тут ничего интересного, тут ничего. Давайте в Слиндрину вторую начнем. Да, это очень страшная игра, ребята. Если вы боитесь уходить от экранов, просто будет страшно. Это Слиндрина вторая. Это самая страшная игра из Слиндрин. Первая довольно легкая, я ее проходил. Вот эту игру я не проходил. Возьмем легкую сложность, чтобы не так страшно, может, было. Здесь фонарик у нас и начинается игра. Вот здесь, видите, написано на двери «экзит», «выход». Написано, что вы должны найти восемь книг, вернуться сюда и вы пройдете игру. Тут всего один уровень игры. Вот это карта. Карта дается вот где мы находимся, вот мы здесь. И вот где-то везде находится, в любой комнате может находиться книга. Слышите, какой звук, да? Как страшно уже. И вот восемь книг надо найти, вернуться сюда и все. Проблема в том, что в Слиндрине первый там был только скример Слиндрина, еще там пару моментов пауки, еще что-то. А здесь за мной будет такая, я не знаю кто, ведьма бегать, какой-то мутант такой, просто вот по земле бегать. Я поэтому поставил легкую сложность, она не так быстро бегает. Но все равно это очень опасно и крипово. Поэтому давайте начинать. Первые двери смотрим. Мы можем найти только либо ключ, либо книжку в каждой комнате. Ключи нужны только для того, чтобы открыть закрытые двери. Ключ сразу исчезает, он одноразовый, так сказать. Здесь много дверей, которые закрыты, поэтому ключей надо находить чем больше, тем лучше. Но не в каждой двери, которая закрыта, есть книжка. Это просто есть шанс, что там что-то лежит и не знаешь, что. Иногда просто дверь откроешь, ключ использовал, а там ничего нет. Как повезет, в общем. Есть хорошие комнаты, а есть плохие, так сказать. Так. О, первая книга, первая книга. Вот она. Пим. Хорошо, один из восьми. Так, смотрим. Даже в этой комнате, где книгу я нашел, я всегда проверяю все. Ой, цилиндрина. Проверяю, если ключ может где-то лежить, за углом, за дверью, все что угодно может быть. Еще двери стараюсь не закрывать, чтобы я понимал, где я был. Вот это, вот это чудище за мной бегает. Сейчас, чтобы от него убежать, надо будет бежать, 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 за угол. Вот, она за мной бежит. Она будет постоянно бежать за мной. Я еще один угол хочу дать. Так. И еще один угол давайте. Вот сейчас мы точно от нее оторвались, все. Фу. Ой, цилиндрина. Ну, цилиндрину я не боюсь, на самом деле, после вот того. Блин, почему иногда дверь закрывается? Да, походу, я пальцем нажимаю иногда так случайно. Не надо, короче, двери закрывать. А то будет непонятно потом, где я был. Ключи проверял, там все. Вот сейчас опять дверь закрыл. Это я пальцем делаю, реально. Не надо, короче, нажимать по центру. Ой, цилиндрина. Она за дверью оказалась. Так, она там есть еще, интересно? Не, вроде нет. Просто я еще за дверью проверяю. Здесь бывает, что тоже есть книга спрятана или ключ за дверью прям. И вы можете потом всю игру не найти одной книжки, которая просто за дверью где-то оказалась. Так, смотрим. Направо по... Тихо. Кто там? Что это? А, это колесо. Дверь закрыта. Так, мы, по-моему, тут были. Вот когда такой звук, это, по-моему, за мной это бежит. Слышите звук? Она бежит? Почему звук такой? Я боюсь. А, так тут начало игры. Я прибежал в начало, прикиньте. Она, походу, здесь по-любому где-то. Ой-ой-ой-ой-ой. Это еще какая-то. Я даже не знал, что такая ходит. Что мне делать с ними? Что мне с ними делать? А, она исчезла? Бабуля эта исчезла? Ну, вон она стоит. Что мне делать с ней? Я аж спрятаться не могу. А, она сюда не идет. В этой комнате безопасно, походу. Где выход, прикиньте? Она меня увидела, но ушла, потому что эта комната безопасная. Она не может сюда войти. Она умрет и сюда зайдет. Ой-ой-ой, а эта штука... Подождите, а эта штука может сюда? Ой, и эта не может. Прикиньте, я нашел место безопасное. Вот как выглядит штука эта. Я не знаю, монстр, мутант, кто это? Вот из-за этого я вторую часть ненавижу. Вот она какая-то. Ну, пусть убивает нас. Здорово. Убивай нас. Раз, два. Я еще жив. Раз, два, три, четыре. Ну, дай убивай. Пять, шесть, семь. Не может убить на легкой сложности. А, восемь где-то раз укусить должен. Я понял. Все, фу. Все, все, ребята. Извините, что с хоррора начали. Не надо было, наверное. Не стоило так начинать. Не стоило. Погнали после хоррора. Такую веселую игру, как в Спанчбоб. Поиграем здесь как бы, ну, игра такая, ну, типа, ой, ой, что это было? А это музыка моя открылась. Не пугайтесь. Это альбом такой. Такой альбом. Зубы, челюсть там какая-то нарисована. Вот. Давайте в Спанчбоба. Здесь, ну, весело. Здесь ничего страшного, опасного нет. Будем готовить сейчас бургеры. Бургеры. Вот как состав какой у них, смотрите. Булочка, мяско там. Томат. Пятый уровень у меня. Поехали. Выбираем, за кого играть будем. О, можно поднять уровень, что ли? Не, нельзя. За Спанчбоба играем. Нам цель заработать, у нас цель заработать 120 монет. Мы можем делать блинчики с малиновым вареньем. Или блинчики и кофе еще. Либо блинчики с... Ну, второе варенье, как оно называется? Обычные блинчики еще можно, кстати, делать. Второе варенье у нас, это черничное, я так понимаю. Так, вот обычные блинчики у нас такие. И видите, мы можем только одно кофе делать за раз. И в этом проблема. В этом проблема. Один клиент только обслуживается за раз. Поэтому я немножко торможу. Немножечко торможу. Немножечко, совсем немножечко. Немного тормозим мы. Все, все клиенты довольны. Все хорошо. Видите, я только два блина одновременно могу делать. В этом проблема. Мне нужно сделать апгрейд, накопить деньги. Сделать большую плиту, чтобы 3 или 4 комфорки работало. И тогда у меня проблем меньше будет. Это последний клиент, походу. Все, вроде мы 199 заработали. Надо было 120 заработать. Нормально. Перевыполнили план. Мы на третьем месте. Это какие-то еще игроки. Не знаю, что это. Это, наверное, мои друзья с фейсбука, например. Я не знаю, откуда их взяли. Или просто игра подсовывает нам случайные результаты, чтобы мы продолжали играть. Тут, 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 ой. Дальше что? Ну, тут можно, кстати, русский поставить. Они, по-моему, по-русски болтают. Игра такая прикольная, на самом деле. Только ее серьезно надо играть с нуля. И понимать все апгрейды, экономить все деньги. И правильно все делать. И можно без доната, мне кажется, далеко дойти здесь. Заработать 5 лайков. То есть, это 5 людей, которые, типа, чаевые, наверное, оставляют. Которым понравилось, чтобы быстро их обслужить. Да, он говорит, наши клиенты любят быстрое обслуживание. Если вы их быстро обслужите, вы получите лайк. Вот все просто. Вот, кстати, все лайки получили. Уже 2 лайка или 3. Нет, что-то один не поставил лайк. Я в шоке, он реально не поставил лайк мне. Я так спешил, все правильно делал. А лайк-то не поставил. Но, может быть, они еще по какой-то причине не ставят лайк. Я вот не знаю. Ну, может быть, может быть. Вот уже 7 лайков, 8 лайков. А может, просто он не долетел. Просто лайк такой запоздалый был. Не сразу мы его увидели. Скорее всего, может быть, так и было. Кофеечек и последний клиент у нас обслужен. Ура! 10 лайков вместо 5. 11 даже лайков. Я перевыполнил и здесь план. Но поначалу все легко, а потом игра сложнее будет, конечно же. Это специально такая замануха. Вам нравится игра, все легко. А потом, как начнется, там либо реклама смотри, либо донать. Вот сундуки уже пошли. Нас знакомят с всякими бриллиантами, этими алмазами, которые дорогие. Из-за них можно что-то там покупать крутое. А вот сейчас покажу, где апгрейды делаются. По-моему, надо нажимать... Сейчас. Где это нажимается-то вообще? Вот сюда? Так. Это наши персонажи. Не сюда. Вот сюда, наверное. Вот сюда? Да. Вот, 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 вот. А, смотрите, это что? Да, два кофе будет сразу. Так, вот это рекомендуется. Видите, чтобы сразу три делать. Бесплатно, кстати, апгрейд. Вот мы сейчас заценим это. Сразу на три блинчика у нас. И тарелки сразу тоже бесплатно. Только минуту надо ждать. Ну, давайте сразу нажмем, не будем ждать. Тоже апгрейд готов. Улучшенные тарелочки сразу. Ну, просто три штуки. Также у нас, чтобы кофе делали, сразу два кофе. И сразу все будем обслуживать быстрее их. Все будут более довольны. А это что такое? Кофе дороже станет не 6, а 8. Это просто цены растут. Я такое не делаю особо. Можно вообще вон плиту сделать. Ну, денег нет. На 4 комфорки. Я думаю, кстати, 3 хватает для этой игры. То есть идеально здесь 3. Ну, больше не платить, чтобы. Хватит 3. Ну, давайте смотреть. Сразу делаю. Смотрите, два кофе сразу. Они, кстати, быстрее делаются в разы теперь. Кофе это. Это, 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 это. Да вообще супер быстро. Вообще какая легкотня сразу стала. Да вообще. Я только сделал апгрейды. Игра вообще в 10 раз легче стала. Посмотрите на это. Блинчики готовые. Только нажимай. Насколько быстро. Блинчики, конечно, бомбово быстро пошли. Обычный блинчик тебе такой. Кофеек. Кофеек. И последний клиент. А нет, еще один придет, походу. Это не последний. Нет, последний, последний. Тут просто по-другому обновляется. Не как cooking fever. All right. All right. Как говорится. Как говорят американские. All right. All right. Все в порядке. Значит, все. Поиграли. Идем дальше. Следующий список. Что же еще я хочу вам показать? Так, давайте смотреть. Давайте смотреть внимательно вместе. Вот я мотаю. Вы можете писать, что бы вы выбрали, если бы на моем месте сидели здесь. А, вот крафт паркур хочу. Смотрите. Вот игра крафт паркур. Майнкрафт крафт паркур. Новая игра, возможно. То есть, я ее никогда не видел. Она в магазине была. Сейчас много скачек. Очень хороший рейтинг у этой игры. Я ни разу не играл. Давайте смотреть. Первый раз играю вместе с вами. Пять минут каждую игру играем. Не забываем. Так. Крафт паркур. Что делаем? Первый уровень. Так. Так. Ага. Так. Держим. Лучше. Короче, надо прыгать. Так. Управление не самое удобное. А как тут на огонь не прыгать? А, это чекпоинт. Этого можно не бояться. Так. А тут можно туда на елочку прыгать. Так. Паркурчик. Тут можно и с другими игроками играть. Там. В онлайне потом нажать. Так. Я победил. Победил. Так. Если есть онлайн, я бы поиграл с другими игроками. В такую игру надо с кем-то играть. Ладно. Пока тренируемся. Может быть, тут какие-то нюансы будут. Прыжок. Прыгай. А двойной прыжок есть? Не, нет. Это как в Майнкрафте. Там же тоже двойных прыжков нет. Знаете, Майнкрафт скоро новая версия выйдет. 1.20. Уже долгожданная версия. 1.19 уже давно. Там новая броня. Будут какие-то там новые блоки. Еще что-то. Много чего. Так что пишите. Если хотите новый Майнкрафт. Новую версию. Чтобы я вам показал, когда она выйдет. Пишите. Я сниму ролики. А если хотите такие рандомные случайные игры. Пишите, какие. Я буду снимать. Все зависит от ваших комментариев. Пишите, чего хотите в следующих роликах. То и буду снимать. Может и ПВЗ как-нибудь сниму. Будет месяц ПВЗ. Как вам такое? Целый месяц. Вместо Майнкрафта я играю в ПВЗ. И у нас все время ПВЗ ролики выходят. Тоже обучающие. Как вам такое? Правда не знаю, что там обучать. А буду про каждое растение рассказывать. Так, сегодня в выпуске у нас подсолнух. Так, подсолнух стоит, значит, 100 этих солнц. Если его апгрейдить там на 5-6 уровень, 75 будет стоить. Там есть какой-то апгрейд. У него дешевле дело этого. Раз сколько-то секунд дает 50 солнца нам. На эти деньги мы можем дальше покупать все. Без него очень сложно играть. Подсолнух основное растение. Особенно на начальном этапе. Потому что можно умереть без него и не пройти уровень. В общем, как-то так буду. Потом рассказывать там Стена Орех, например. Горохомет. Потом Чемпер какой-нибудь. Не знаю. Ну, вы поняли, да? Бумеранг там этот. Так, а что здесь? Ломается? Не? Прыгай. А что там туда? Зачем вот эта березка красивая все время? Это русские делали игру? Потому что они любят березки, я смотрю. Ой, ой. Ой, подождите. А вот там Эндермен какой-то. Или же кто это? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Надо взять. Прыгай, 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 прыгай. Ой, да что он два раза прыгает? Да что ты делаешь-то, е-мое? А, сохранение есть. Окей, окей. Уже не так плохо. Надо будет... О, давай сюда запрыгну. Запрыгну? Не. О, я, кстати, сохранился. Прикол. Я упал вниз, но сохранился. Ну-ка, как открыть его? Что там было-то? А что было-то? Ну, в меню посмотрим. Может, что-то открыл. Я не понял, что там было. Так, что тут у нас? Ура, финни. Ой, там сундук, сундук. А нам его дадут? А как его взять? Что он там остался? Я бы его взял. Ну, давайте еще один уровень. Так, нет, давайте в меню. Можно ли тут с другими игроками играть? Подождите. Так, это что такое? Выбрать уровень. Так, это животные, которые со мной, да? Ага, это скины, да? Какие тут скины есть? Ой, эндермен какой-то или кто это? Смотрите, сколько скинов. 10 тысяч монет, 15 тысяч. Не так много, кстати, скинов. Так, а что вот это такое? Элдергейт. Пройдите 50 уровней, чтобы войти в нижний мир, я так понимаю. Прикиньте. Во, надо 50 уровней пройти. Блин, а я сколько прошел? 5? 3? Очень долго, конечно, играть надо. 50? Интересно, а сколько всего тогда в игре уровней? Так, динамит надо ставить. Или что надо делать? Валите от меня. Уберите свои руки. А они сюда запрыгнут? Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Подождите, они насквозь идут, я уже боюсь. Еще снизу меня достанут. Не, не достанут. Нам нужно два динамита взять. Вот это первый динамит, а второй где? Ага, погнали. Прыгай, 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 прыгай. Опа! Ой, ой, упал, упал. Сейчас сзади зомби подойдут. Быстрее, 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 быстрее. О, хорошо. Где они? Вон они. Опа! Опа! Ребят, ну вы это, отдохните, и все равно не достанете меня. Вы что там? Да отдохните, посидите, я сейчас спущусь. Динамит вам оставлю. Так, интересно, тут можно разбиться с высоты? Давайте проверим. Так, и сюда надо идти, или что это? Go to save zone. А, типа они сюда пришли и взорвались. Окей, я понял. Приманка такая была для зомбаков этих. Понятненько. Ну что, поиграли в эту игру. А давайте еще в Кубкрафт. Вот еще одна игра. Тоже типа, ну типа Майнкрафт какой-то, только вертикальная. Видите? Сейчас посмотрим, что это за игра. Это, кстати, прикольно. Я как-то запускал. Ну, просто проверить, что она запускается. И мне как-то она понравилась. Мне кажется, она крутая. Сейчас я вам покажу ее. Так, нужен интернет или нет? Сейчас вопрос. Подождем, может? Наверное, нужен интернет. А, нет, загрузилась. Смотрите. Мне вот это уже понравилось, когда я его видел. Это реально уже игра. Это не картинка какая-то. Так, это наш персонаж. Соберите дерево. Смотрите, мы будем добывать дерево. Смотрите, смотри. Вот это прикол. Это Майнкрафт. Такой, который должен быть. Не надо париться. Видишь сверху все. Делаешь, что хочешь. Блин, класс. Я бы в такое играл. Ну, я думаю, что игра тут... Так, теперь вы должны построить корабль целый, мне говорят. Давайте еще больше дерева. Видите, написано 24. Это, наверное, вместимость моих карманов, наверное. Я больше 24 не смогу носить, походу. Нам уже предлагают рекламу посмотреть, чтобы дали нам какие-то инструменты более быстрые. Кстати, только что березка выросла. И вторая тут бесконечно растет все. Хорошо. Значит, здесь у нас wood farm. Wood farm. Wood это у нас дерево. Дерево. Ферма дерева? Что мы выращиваем деревья там, походу? Нам как бы надо вот делать здесь корабль. Смотрите, сколько блоков надо. 139 там еще каких-то блоков. То есть это очень долго. Так, она мне стрелочку показывает. Что-то надо сделать. Я не понимаю, что... Кто-нибудь понял, что надо сделать? Я не понял. Ну, наверное, просто выру... Больше это, деревесины сделать, добыть. Кстати, деревья перестали расти. Вы видели? Чего они вначале росли? А, вот, растут. Растут, все нормально. Все, я все подобывал. Тут что-то надо взять. Что это? Нет, спасибо. Так, принести сюда. Подождите, надо как-то крафтить научиться. Вот этот чувак может что-то поможет? О, да, что это ему? А, это типа ему продаешь. О, тут можно прям сразу овечек. Шерсть добывать. Подождите, а как можно что-то сделать? Не могу понять. А, подождите, вот это вот, наверное. Вот. Нет. Я не понимаю, что делать. Ну, как бы, надо, как бы, вы видите, игра крутая, никаких проблем. Но, что-то я не понимаю, что сделать. Ну, типа, надо на верстаке или там в руках сделать доски. Вы поняли, да? Ну, как в обычном Майнкрафте. О, тут сундук есть. Что там? Ну, валюта этих. Типа, типа, за них что-то делать. Да, но я не могу ничего сделать здесь. О, подождите, все нормально. Вот, она выбрасывается. Оказывается, это по-другому делается. Так. А это как раз овечек туда. Я понял. Хорошо, все-все-все-все, я понял, ребят, все. Сейчас все сделаем. Во. Или что? Не понял. А сюда? Во. Все-все-все. Сейчас мы все сделаем, ребята. Игра хорошая, кстати. Я давно хорошей игры такой не видел. Мне просто непонятно, что дальше делать. Насколько она дальше интересная. То есть, сама концепция, начало мне нравится. И как она выглядит, и анимация, и музыка. И все прям классно. Но, мне кажется, дальше какая-нибудь лажа начнется. Так, а как здесь вот сделать? Я вот не понимаю еще вот этого. Ну, я скинул это, и что? Получил эти. Скинул сюда. А, получил, все понял, все понял. Теперь ступеньки сюда носишь. Хорошо, три ступеньки надо. Здесь просто надо ждать. А, это типа как в Роблоксе. То есть, такие игры там тоже есть. Так, берем сюда. Сгружаем сюда. И ждем. Да, приходится ждать. Ну, вот и она делает. Мне надо еще вторая ступенька и третья. Смотрите, две. Ага, на третью не хватает. Ага, и там закончилась древесина. Погнали снова ломать. Все ясно. Все, я понял теперь, как это работает. Ну, типа как в Роблоксе все игры эти для детей, да? Там вначале что-то строишь, ждешь там. Ну, короче, бесконечно вот это вот. Просто надо наступить туда, собрать золото, купить что-то еще. Ну, короче, сами знаете, про что я имею в виду. Так. Что, сколько тебе надо? Во. Достаточно. 4х, да, на 4х один делается. Тут же так и написано. Вот, сейчас до меня дошло, короче. Так, а квадратики откуда? Квадратики. А квадратики-то вот эти, походу. Ну-ка. Не понял. Откуда мне взять квадратики? Это, наверное, вот эти. Какой-то вид дерева, может, определенный, не? А, вот, все, все нормально. Во, а тут что делать? О, у меня, а, у меня дровосек появился, прикиньте. Он у меня все будет добывать. Блин, это гениальная игра, я всегда в такую любил. Хотел, ну, мечтал в детстве поиграть, но таких игр не существовало. Когда ты реально что-то делаешь, потом чувак за тебя ходит, делает. Посмотрите, он реально все носит. Потом ты просто собираешь, тебе надо что-то сюда, ты сюда что-то понесешь. Что-то надо лодку сделать, смотрите. Идешь, лодку дальше делать. Супер игра, можно играть. Рекомендую, ребят, как она называется? Кубкрафт, запоминайте. Прям давно не рекомендовал никакой. Прям реально хорошей игры, это реально хорошая игра. Ладно, а мы продолжаем, она же по 5 минут сегодня игры. Дальше, чтобы я вам показал. Чтобы мы поиграем. Ну, давайте в ДОП-2 поиграем. Только без интернета, да? Без интернета. ДОП-2. Поехали. ДОП-ДОП-ДОП-ДОП-2. Здесь надо, по-моему, рисовать. А нет, удалять, удалять. Хорошо, лишнюю часть. Какой мне тут интересный уровень? Я как-то играл, и у меня вроде сохранение еще осталось. Или нет? 263 уровень. Помочь. Так, что помочь? Убрать эту штуку? А, вот тут, потому что одеяло попкорн. Нет. Просто убрать его или что надо сделать? Нет. Блин, она с попкорном сидит? А, может быть, вот так просто? Блин, я даже не понял, а что сделать? Она, типа... Ну, кинцо должно появиться, нет? А, подождите, может, тут наклон, видите? Что вниз упадет. Пссс, не могу понять. Руки может убрать? Нет. Просто вот так? Блин, я застрял на уровне, прикиньте. Игру запустил, называется. Ребят, подсказывайте, короче. В следующем выпуске пройду. В каком-нибудь, когда комменты прочитаю. Ну, как бы, смотрите, я могу... Могу убрать тут. Могу убрать тут. Может быть, все убрать? Давайте все удалю. Просто одна сидит, попкорн кушает. Ну, вот что я должен тут сделать, чтобы она не испугалась? Я не могу понять. Помочь? Кому помочь? Как помочь? Не знаю, ребята. Давайте другой доп. Давайте топ-3 идти запустим. Я не знаю. Доп-2 это все. Ну, рекламу смотреть просто я не хочу смотреть. Я хочу по-честному проходить. Не получилось, значит, я не знаю, как пройти. Можно на YouTube посмотреть. Можно ваши комментарии дождаться. Вы мне подскажете. Можете кто-то там удалить. Что сделать? 263 уровень, ребята. Запомнили? 250. Найти гармонию написано. Ну, он на шипах сидит. Это понятно. Вот и вся гармония. Третья часть, кстати, допа самая легкая. Тут почти никогда не бывает каких-то проблем. Ого, что тут произошло? Так, вначале мальчику. Потом так. И потом... И потом меняем вонючий подгудинник. А как его менять-то? В мусорку? Куда его? Не получается. Что-то я не то делаю. А, открыть сначала мусорку. Вот что. Все, чистенько. Так. Сюда. О, теперь готово. Так, какие-то кредитки тут. Что, еще одну кредитку закинуть? Закинули. Телефончик. Монетки. А, открыть надо. Опа. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что, барбекю делаем? М-м-м. И горчица. Так, это у нас голубь, голубь, голубь. Деньжата. Это что такое? А что это такое? А шапка на голову? А, тут дыра. Смотрите. Заштопать. Во. Заработайте что? Нет, немного денег написано. Помогите перейти улицу. Ну, тут понятно. Светофор установили. Переход. Такси. Трик от the car. Чего? Обмануть автомобиль. Что, типа, это не такси? И сзади спойлер такой. О, все, гонки пошли. Так, что у нее? Health. Помогите завязать. Бра. Так, при чем здесь дверь ремонтировать? А, мы сейчас установим зеркало. Она все увидит. Я понял. Так, тут мы в Макдональдс пришли. Так, что, бургер тут у нас. Картошечка. Стаканчик. А в картошечке нету. Почему-то там ничего. Все, это готово. А, картошка у нее на голове. Я только сейчас понял. Все, так. Что тут у нас? Ага. Ага, парус. Все. Готово. Плыть на остров написано. А, вот что. Вот как плыть на остров. Ну, ясно. И давайте еще одну игру поиграем. Какую еще вам показать? Что еще интересного тут у меня есть? Гоинг Боллс. Погнали. Гоинг Боллс. Игра, которая хороша. Всегда хороша. Мне она нравится. Здесь несколько, может быть, даже не несколько, а 10 тысяч уровней. Просто игра такая. Ну, и, кстати, музыка хорошая. Мне нравится. Никакого негатива к игре не испытываешь. Эта игра, мне кажется, всем нравится. То есть, ну, если просто выключить Wi-Fi, не рекламы нет. Музыка хорошая. Уровней бесконечно много. Ну, бывают какие-то моменты, где ты не можешь пройти. Но там, по-моему, какой-то есть способ пропустить их. И идти в следующий уровень играть. Кстати, давайте по приколу туда. Ай, он уже падает. Я хотел туда вон запихнуть. Посмотреть, как он скатится. Другой шар. Не мой, а вот этот. Посмотреть, что там будет. Так, сохранились. И консолочка. Там, типа, следующий уровень уже виднеется дальше. 15-й уровень пройден. Хорошая игра прям. Она вообще в топе на YouTube. Очень много роликов. Посмотрите, сколько набирают по этой игре. Многие играют. Банан за Фрэнди. Это что такое? Бананы собирать. А, кто больше бананов соберет? Смотрите, разные эти катаются. Я, кстати, тут, по-моему, проигрывал. Я как-то играл, играл. И так мало бананов собрал. А мне кажется, надо вот так вот быстро просто по кругу гонять. Тут бананы, наверное, еще появляются, не? Я вот не знаю, появляются ли новые. 41 банан, 42. Сколько у них, интересно, собрано? Я потом результат смотрел и, типа, проиграл. Хотя, вроде, все неплохо делал. Время заканчивается. О, тут прыжок еще есть. Так, сколько я? А, не показывает результат других, да? Ну, типа, ты всегда побеждаешь, поскольку собрал столько и бананов. На 10, они умножаются. Собрал 50, дали 500 монет. Так, что это такое? Подождите. А, монетки, да? И то рекламу надо смотреть. У-ху! Кстати, когда эта игра стала супер-успешной, очень много игр похожих вышло. Вообще там десятки, сотни. Все вот про эти шарики. И никакая игра даже близко не стала, как эта супер-популярная. Я не знаю, почему. Они потому что ради денег делали. А эта игра, ну, тоже ради денег. Но просто она изначально, с душой, наверное, чувак любит вообще, ну, такие игры. Я когда первый раз, кстати, телефон купил, айфон, в 2010 году. Это был айфон 3GS. Я вот такую игру тоже по физику скачивал. Дипа, лабиринт, ты вращаешь телефон, и там получается шарик. Шарики разные. Ну, короче, похоже, как здесь все это делается. Тоже был удивлен, какая, как так сделали, какая физика, класс. Тоже там была одна игра. У нее не было конкурентов. Она называлась что-то там, мейс какая-то там, ну, игра. Хотелось бы вернуться в те времена, в старые игры поиграть. Они какие-то все были крутые. В них не было рекламы никакого, ничего. Вот самые первые игры. Они просто, они либо бесплатные, у них просто один уровень был, и была в магазине платная версия, в которой купишь, там много уровней. Так делали. Потому что не было никаких встроенных покупок раньше еще в первых играх. Либо они изначально были только платные. Ты пока не купишь, не попробуешь. И было очень много, всегда, ну, одной звезды игры с низким рейтингом. Потому что люди покупали, оказалась игра полная фигня. Бесплатно не попробовать ее. Она либо глючила, либо что. Вот в то время как раз Monopoly, я помню, классическая вышла. Fruit Ninja вышла. Где, так, где там, Where is my war, где, там, типа, как по-русски это перевели. Ну, вы поняли, вот эти все. И Temple Run первый, потом уже вышел, чуть позже. А никаких сабвисерферов тогда еще не было. Это чуть позже появилось. Были такие прикольные игры. Но все платные хорошие игры были. Приходилось покупать. Никакой рекламы не посмотришь, чтобы там поиграть. Но это было и прикольно. Ты покупаешь и кайфуешь. Ты просто заплатил. И все, играешь. Никогда ничего не мешает. Никакой рекламы. Вообще класс было. Были времена. Я бы вернулся в то время просто посмотреть, какие игры были и какие, где они остались. Ну, типа, что с ними случилось? Ну, они, понятно, не приносили деньги. И мы просто перестали, ну... Перестали их обновлять. Не приносили деньги. Другие какие-то проекты делали. И тогда разработчиков еще было мало этих игр. Это сейчас куча разработчиков, компаний появилась. Сейчас этих клепают бесконечно мобильные игры. Или поддерживают старые много-много лет. Раньше игра появлялась, и все. И как бы ее даже не обновляли со временем. Вышло, продали сколько-то копий и делали следующую игру. А сейчас стараются уже, которые играют, успешно продвигать, бесконечно обновлять, обновлять, обновлять. Чтобы она постоянно деньги приносила. Раньше по-другому немножко было. Раньше не так много было телефонов этих еще мобильных. Ну что ж, ребята, вот такая у нас подборка такая была. Спасибо, что посмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось. Ребята, с вас лайк, с меня новый выпуск и новые игры. Пишите, вот пишите, реально. Пишите в каждом выпуске свою игру, которую добавить сюда. Вот видите, вашей игры нету. Пишите, я скачаю потом. У меня сейчас место освободится, свободное будет больше. Я чуть-чуть поудаляю. Всякую ерунду. Вот Диана, Рома вот эту ерунду удалить, например. Еще что-нибудь. Игры, которые не запускаются, плохо идут. Я их удалю, либо фигово. И добавлю ваши новые. Так что до новых встреч, до новых выпусков. Не скучайте. Перезаходите на мой канал. Всем пока. Подпишись, не ленись, лайк поставь и вернись.